В московском клубе «Форза Картинг» прошел второй этап картингового чемпионата «Микс», в котором приняли участие 36 команд. Формат турнира — это четырехчасовая гонка на выносливость. А ее особенность именно в том, что заезд проводится в закрытом помещении, а не на уличном картодроме. Сезон уже закончился, и нужно где-то поддерживать физическую форму свою. И очень много профессиональных пилотов участвует здесь, в «Миксе». То есть, если там переселить за все 15 лет, там такие фамилии будут. Каждый пилот проводит за рулем не меньше 40 минут, показывая стабильно высокий результат. Впереди у «Микса» еще пять этапов и финал, который, предположительно, состоится 23 мая. В Санкт-Петербурге завершилось автоблогер-шоу. Большое событие на одной площадке, объединившее автомобильных блогеров, экспертов и практиков автомобильного движения. Плюс представителей профильных СМИ. И, конечно, простых любителей машин, путешествий и адреналина. В рамках интерактивной деловой программы прошли многочисленные презентации, на которых блогеры, рассказывая о своих проектах, могли пообщаться с аудиторией. Среди прочего, авторы YouTube-каналов делились откровениями. Как они начинали свой путь, что их мотивировало, и каким они видят будущее своих детищ. В выставочной части участвовали больше 120 транспортных средств. Это не только классика российского, американского и немецкого автопрома, но и презентационные шоу-кары, реальные участники автоэкспедиций, спорткары, а также авторские тюнинг-проекты. Самым высоким экспонатом автоблогер-шоу выступила Бигжига от школы авторемонта «Корвиль», которая была признана книгой рекордов России самыми высокими «Жигулями». Академик Константин Заруцкий презентовал легендарную «Желтую Ниву», а известный блогер Автовалера представил автомобиль, созданный на базе грузовика ГАЗ-66. Также частью мероприятия стала интерактивная зона для игр. Творческих людей привлекало арт-шоу, когда художники расписали вручную два классических «Запорожца». Пока организаторы лишь подводят итоги, но логично предположить, что автоблогер-шоу примерит ежегодный формат. Продолжение следует...